Игроки, как мы видим, из кабинок даже не выходили, но в этом и нет необходимости. Первая карта выдалась очень простой для одной команды, очень непростой для другой. Но вопрос в том, что эта непростая карта, скорее всего, не стоила и никаких усилий. Комплексити. И сейчас самое время эти усилия приложить, друзья. Я напомню, что команда, которая потерпит поражение, в этой best of 3 встречи покидает мажор. И для комплексити это прям плохо. Для LGD не так сильно плохо. Но они и не проиграют. Для комплексити это нормально. Они, я думаю, до больше места не надеются. Но слишком крутой здесь пул участников. Похоже на то, да. Слушайте, но ведь драфт комплексити на первой карте, он не был таким плохим поначалу. Были взяты три классных персонажа, которые, ну, мы говорили, что и одним, и вторым могут заехать. Ну, дефолтные, да. Просто дефолт был взят. Вот. Начали с дефолта, и все неплохо, но в итоге драфт прахом поехал, по сути. На пике Эврес Кинга или Темпларка уже тоже не очень хорошо смотрелась? Очень жестко Бэтрайдером закрыли Темпларку. Вот ты взял Темпларку, все нормально еще. Но на самом деле мидера так нельзя открывать. Ты должен взять первую позицию как раз-таки на четвертую, чтобы тебе мидера-то его не закрыли. А потом уже на 22-й пик, который был у тебя последним, ты можешь брать как раз-таки мидера. И чтобы уже видеть мидера противника, и против него брать и Темпларку, и кого угодно, еще 100, там 15 персонажей. Поэтому они просто ошибочку сделали на четвертый и пятый заключительный пик. То есть персонажа на центре засейвить или подготовить для него комфортную игру важнее, чем подготовить такую игру для Керри? Определенно. Потому что Керри он стоит крипово бьет, там не особо надо много думать. А мидер у тебя постоянно конфронтация какая-то, борьба и все прочее. И вот ты взял сетап, где один мидер заведомо сильно сильнее второго, по герою. И вторая минута, ФБ, и дальше разнос все карты. Ты просто ломаешь свой миддл, ну, таким лайнапом, что у тебя мидер не может стоять, его выгоняют в лес, на нем делают фюзблат. Соответственно, у тебя твой суппорт, который стоит на флангах, они должны смещаться, должны помогать. Соответственно, это ослабляет боковые линии. И, в общем, у тебя все идет прахом, вся твоя стратегия. Но ведь, с другой стороны, на этом турнире очень много раз команды эти линии имели возможность свапать. То есть Темпларку можно же было бы пытаться угадать, поставить на линию, где не будет этого батрайдера. Да, но Темпларка не играет на боковых линиях. Темпларка должна на медиа исключительно стоять. Пик снова на ваших экранах, друзья. Команда LGD себя прекрасно чувствует после первой карты. Я думаю, они очень себя хорошо чувствуют после первой карты. Да, мне кажется, не почувствовали вообще ничего. На улице, как раз после драфта, я выходил на улицу, и там QQQ был. Он после драфта, ну, игра еще как бы не стартанула, еще ничего не ясно было, но он с ребятами стоялся. Открывал шампанское уже? Нет, стоял, смеялся и так далее. Поэтому он, походу, был очень сильно уверен в своих драфтах, что все гладко пройдет. Тут можно его понять по итогам этих драфтов. По итогам игры его можно понять. То есть я не уверен, что у Коллов есть просто заготовочки на такой случай, когда противник посмотрел, чем вы играли, скажем так. Потому что вот у нас сотрясся бан Скорпион, он отправился в бан... А вот если бы был Кайл, вот там были бы заготовочки, а Кайл сидит в аналитике и хидненько, да. Смотрите. А тут бы сразу какой-нибудь Акс, Винтера Верна, стаки в лесу, фарма на первом уровне, там какой-то бешеный и так далее. Темпларки, кстати, стакали там, по-моему, она даже в лесу не просто аутов не было. Она на миде не может ставить, ты уже на полтора левела проигрываешь. Да, если где-то ошибся, то прилетает бетрайдер и забирает эти стаки. И как бы совсем печально. Ну да, там еще классно пробежался у нас, по-моему, Гримстрок. Как раз-таки расставил варды еще агрессивные на верхний шрайн. Но еще можно было вниз такой же ставить куда-то. И просто... Ну, они доминируют тут легко. И стаки фарми, и темпларк фарми. Доминаться очень легко просто так вот. Вот прийти, расставить варды, и у противника ни денег нет на дивардик, ни времени, ни сил, ничего. Ты просто стоишь, ты захватил уже карту, быстро проехались по вышкам, забрали вот две вышки слева, приняли драку дурацкую совершенно, ненужную. И по итогу этой драки преимущество было уже совсем большое. Колов, вот если есть за что похвалить на первой карте, то я обратил внимание, что даже будучи вторым номером на карте, они все равно контролировали баунтируны лучше, чем, например, те же Вичи. Да, это очень важно. Вот из такой команды может получиться что-то хорошее. Потому что самую важную часть игры они прочупали и делают ее. Ну Вичи это просто отвратительно. Да, и не говори. На первой баунтируне еще кины будут, вот там посмотришь. Ну нет, кины они, по-моему, нормальные. Самый худший это Вичи на баунтирунах. Я так говорю, это начиная с пятой минуты. Ноль героев. По баунтирунам где-то уже восемь-два, что-то из этой серии. Ну не восемь, да шесть-два, шесть-два. К десятой там из серии. Ну десять-два. Девять-три. Девять-три. Причем, слушай, это, видимо, новоявленная проблема. То есть на прошедшем мажоре и даже на групповом этапе не было такого. Не было. То есть играли и нормально контролировали. Не всегда получалось захватить доминацию. Типа контролируешь карту, ну ты мимо проходишь, противник их сам не забирает. А вот я в Громатай попал на порогу карты Китая. И вот что они минуты, скажем так, вот эти пятые-десятые, то у противника, значит, два героя уже здесь. Воюют за третью-четвертую руну. А у Вичи, ну там, на лес фармят, еще что-нибудь герои делают. То есть даже близко подходя, они все не смотрели, не проверяли. Ну да. К десятой минуте, по-моему, две восемьсот пятьдесят голды разыгрываются на команду. И вот ты две первые баунти руны забрал, у тебя там сколько? Ну, четыреста, что ли. Ну, двести там на команду, одну даже баунти руну ты забрал, да, там. У противника две, ну, три тысячи почти. Двести там против трех тысяч. Так, ладно, берем тридцатую, там, по-моему, две тысячи голдыры, только за одну вот эту вот пачку руны разыгрываются. Я там вот именно первую, к старту говорю. Даже так, то есть на любой минуте, вот на какой бы ты их ни взял, четыре баунти взял, вот у тебя лишний вард, вот у тебя Магнус там вследся с даггером, вот у тебя еще что-то. И всем хорошо. То есть нет ни одной причины игнорировать эти баунти. Ни одной. В комплекте сети банят Магнуса. На первой карте тоже же был, по-моему, да, в первой стадии? По-моему, да. Но колы тоже будут с думы начинать, скорее всего, если им ЛЖД не забанят. Ну, они смогут оставить на тот самый момент, где ты оставишь всех героев. Ты выбирайте на ФП, а мы заберем сильную даблу. Дум будет, да, от колов. Если сейчас QQQ его не уберет. Просто вот у колов именно хорошие, не самые плохие герои. Это вот там Бэйн, Легион, Катускар, Скорпион. Такие интересные. ТБ, ТТБ. У тебя просто в пуле еще Энигма, та самая, шейкер за баунти. Боятся ФА очень. Дровка, ну да. Энигму надо брать, да? У тебя Энигма, ну, вообще по-хорошему Энигму. У тебя Энигма, Дум есть в пуле. Но если ты возьмешь Энигму, сразу получишь Дум плюс кто-то. Если возьмешь, соответственно, Дум, получишь Энигму, получишь Энигму плюс кто-то. Вот они, как раз таки, всех и оставили. А Энигму против Дума хочется пикать? Есть вариант не брать ни того, ни другого, собственно. И не париться. Да, взять. И пусть они забирают себе Думу и Энигму, и играют с ними. Взять Веспа плюс Веспа. Ну, было бы неплохо. Но так не работает. А, ну, тут агрессия. А, ну, значит, Prophet Bunny был, я помню, на первом году. В первом году, да. А тут, ну, они даже не хотят заморачиваться с этим фармом для Эфа и что-то там. Ну, Энигму надо забирать. Сейчас, кстати, возможно, будет Веспа с Вуду Рестальшин в 4. И просто прям очень быстрый такой забег. Потому что у них, вот я видел пару игр, где они именно вот выбирали Медузу как Кэрри против Дума и Веспа, потому что он с Вуду Рестальшином перехиливает Дум. То есть неважно, на какого героя ты его кидаешь, что просто бежит за Вич-Доктором и не парится. Кто-то, по-моему, месяца полтора, что ли, или два назад показал Вич-Доктора, который как раз хил Максит, и это очень сильно смотрелось. То есть там просто непонятно, как убивать героев, которые под этим скелом берут. Да, ты еще берешь Доминатор, Пайп какой-нибудь на команду, вот этот Кримис, он у тебя просто бежит, такой-нибудь Дарк Сир под Вич-Доктором, и его пять героев бьют, и вообще плевать. Ну, да. Мы где-то там год 2008-2009, мы играли одну из первых там игр в онлайне против Китая, там с дикой задержкой, но не суть важная. Я играл на Вич-Докторе, я играл тогда без Маледикта и просто качал Станхилл. Собрал себе Худ Вангвард на суппорте, за мной бегало пять китайцев, и они меня не могли убить. У меня был дружанник, который на морфе играл два ВГ, две Тараски, перекачивался в силу, заходил к противникам за Т3, собирал пятерых, и с ними шел до своей базы. Пик морф, моментальный пан антимар, пожалуйста. Вот и он. Тебя услышали. Ну и пока, очевидно, он бродил, мы ломали трону. Надо же жмить морфа, ну а как ты это сделаешь? Тогда же Тараски не выключались, и у тебя вот идет морф, Тараски не выключался. 6 кар хп, и просто куча регена. Не, морф, опять же, хорошо, дум замечательно, то есть драфт уколов сильный. Проблема не в этом, а в том, как они играют, и что они будут делать. И ты приходишь на линию, и дефолтно ставишь 3-1-1, и у тебя страдает там, ну или там 2-1-2, страдает вот линия против Фуриона, страдает линия, где Вич-Доктор, потому что вот там, например, тот же Дум, пусть даже там 2-й левел, банка 1-й Муледикт, до того, как хилл появляется, и просто развал идет. Очень хороший пик на самом деле морфа, что пока здесь вообще не о чем останавливать. Ну он и в целом очевидный. У тебя просто, у тебя есть Дум, у тебя Дум есть, который, Дум еще в перспективе собирает Spirit Vessel, и LGD открылись, ну по-хорошему, двумя спортами, но они могут, да, для там, Чилиса, это значит профит отдать. И ты не можешь взять какую-то альтернативу, которую будет закрывать, у тебя нету, ты не можешь взять Хексера, потому что у тебя уже есть пятерка, это, соответственно, Shadow Shaman или он, и ты, скорее всего, аппараты еще добрать не сможешь. У тебя аутов на закрывание морфа очень мало, и хорошие баны еще делают. Аппараты в мид можно взять. Можно в мидл, да, но это очень рискованно, и баны хорошие еще, антимаг и ОД. Потому что ОД очень много уже, морфов в этом турнире пощелкал. А LGD, мне кажется, сейчас вот пугну могут опять повторить и попытаться сделать все очень быстро опять. Они быстро, да, просто против воды играть нужно. В темп они могут. Я говорю, вот сейчас хоть волк может появиться вот как раз против... Мы обсуждали, он на прошлой игре, и туда мог бы появиться, они все-таки... Вот обычно, именно в перспективе, ты смотришь все игры вот LGD, с создания коллектива, вот в стрессовых ситуациях, когда ты там играешь на вылет, всегда идет уверенный, корт, то есть именно как ТБ, как Медуза, Спектра, вот таких. Не любят они играть совсем в одну калитку, сейчас просто Эликантропа. Если есть Ликон, он идет в сложный у них в этом команде, в этой команде, и добирается в легкую еще один герой, то есть тот же там, вот опять же, ТБ, Спектра и так далее. Просто здесь, опять же, из-за банов не так много героев, которые ты хочешь брать. Потому что берешь того же ТБ, будет Morpho Blade плохо. Берешь там, я не знаю, какого-нибудь Герокоптера, это уже не самая хорошая идея против Morpho и так далее. Берешь Герокоптера и уже плохо, независимо от того. Ну, нет, это понятное дело, имеется в виду, что нет героя, которого ты бы хотел взять, потому что Morpho, вот их всех, вот превращается и сильнее становится. Именно из метовых, именно из их хороших. даже того же Разора взял, вот у тебя в ответочку будет тоже присоска себе сеть. А вот и панголин приехал. Ну, кстати, классный пик-то. Я только недавно узнал, что, оказывается, есть такое животное, панголин. Броненосец, собственно. Это семейство броненосцев, но это отдельное животное. Панголин. Панголин, да, и у них там, это на грани попадания в Красную книгу или типа того, у них какие-то проблемы сейчас начались. Каждый раз, когда в дочи умирает пангольер, я не знаю, что они заморачиваются, все хуже. Где-то плачет один защитных животных. Да. Забирайте шаду шамана. Грифстрок сюда, он, кстати, в моду вошел. Не подумай, будет сморфа. Да, 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 хорошо. Моментальный ответ Шторм. Ой, как мобильно, как классно. Да, они по всей карте будут бегать и просто на скилле пытаться убивать комплекс. Но, в принципе, как они сделали, на первых. Если сноубол не пойдет, удастся где-то простоять первые пять минут, у Коллов есть шанс неплохой. Вполне, да. Потому что, обрастая жиром, ты как бы Фреона уже не боишься. Вич-докторе не особо боишься. Катать против Панголера легко и непонужденно можно. Дум против Шторма или Панголера у тебя есть. Да, да, да. То есть, ловить их тоже можно, поэтому... Вот сейчас драфт играбелен. Но это драфт, а потом мы вспоминаем, как исполняют комплекс. Это второй вопрос. Опять-таки, мы же сидим сейчас по драфту. Конечно, да. По драфту вот у Коллов наконец-то на удивление прям вот и прикопаться-то особо не к чему и не хочется. Спирит нужен. Земеля, который... Да, хорош здесь. Он просто напрягает очень сильно Шторма в миде. А исполнит Зетфрик на Земеле? Да исполнит, но просто нужно в мидл прийти. Ну да. Самая первая задача, первостепенная. Меркл на драфтах всегда с таким серьезным лицом сидит. Ему дали на контрольной работе по математике и задаче, которую он решить не может. Ты 40 минут сидишь и смотришь в дано. О, Жиза. Лина. Ну, нужна ли вот здесь Лина эта? Боль Шторма на линии неплохо. Ты мог и Марфа в мидл ставить спокойно против Шторма ставить. Он хорошо очень этот лайн стоит. Ты мог добирать какого-то более мощного персонажа на первую позицию как раз. Тут посчитали, что это норм герой. Но опять же, на самом деле, это действительно норм герой, потому что приходишь, ты и Шторма с линии выгоняешь в лес по-хорошему при правильной игре и по игре это тот герой, который Фуриона будет ловить. То есть ты берешь на тот же Иул или Штойблейд и просто скаутишь этого парня и разваливаешь. Твоя правда. А все еще в драхте игра здесь не будет. А Колы, они ослабят себя. Энигмы просто. Хотя... Не, на самом деле Колы могут, знаешь, сделать Дума также на четверку и добрать еще героя типа Дарк Сира, Энигмы кого-нибудь на Ауры. Вот просто, чтобы забафить Марфа в дальнейшем. Вот они Бетрая взяли. Хороший драфт у Колов. Хороший прям. Ну, качественный. Так, ну давай для Ами героя, который все это выиграет. Ну, это Вивер будет сейчас. Не хочешь Лишака просто какого-то? Лишак, да, пойдет. Лишак пойдет. Тебе нельзя брать тоже бегает быстро. Тебе нельзя брать героев, которые против Бэтрайдера хорошо на линии смотрятся, потому что их морф убивает. Что Джиггернаута, что Лайфстиллера. Ну, их в салат стирает. Против Лайфстиллера вообще морфу играть. Преще всего Лайфстиллера речь ты в Блокенбаре. Поэтому тебе нужно какой-то, да, что-то из серии героя, и против Бэтрайдера на лайне, и еще которые с морфом. С морфом, и вот опять же Лишак, там Диаболик нажал, нажал, на Дур, в целом, это плевать, если ты все успел сделать. Ну, Лишак опять же рискованно. Если у тебя игра не пошла, это у тебя нету парня, который бьет с руки в Лайфстиллере. Тогда опять же, в стандартном варианте просто Медузу взять. Медузу, ТБ, опять же. Ну, не очень хочется, но как вариант, уже надо что-то делать. Ну, Колл-Авдраф сильнее. Вот даже последний герой не появился, он сильнее. Но, опять же, ручки-то вот или... в Мипаре вылезет вот это вот. Знаешь, такое выражение, Дима, если руки золотые, неважно, откуда они растут. Я первый раз слышу. Это прекрасно. Это воет. Это воет. Это интересно, но... И мне это не нравится. Это очень опасно по темпу. То есть, вот ты его где-то закосячил один раз буквально, и Коллы выиграют. Но, я надеюсь, что ЛЖД не закосячит. Ну, честно, вот, закрывая глаза на команды, опять же, пик Вайда, меня как-то он напрягает, что ли. Ты вообще на это смотришь? У тебя воет, какой-то шторм, все как-то плохо сочетает. Просто я Войда, сколько не помню, он очень несамодостаточный. Ему вот нужно что-то постоянно. Ну, да. Не знаю. Тот же Магнус. Здесь тотальный удрафт от Коллов. Ну, Серег, ты на Коллов, получается. Митяй. Давай я на ЛЖД поставлю, просто потому что они, скорее всего, не накосячат. Просто, ну, нет смысла, косячат уже выиграл первую. А зрители остались при своем, судя по всему, друзья, имейте на это полное право. Вторая карта. Будем надеяться, комплексити нам хоть что-то на ней покажут. Было бы здорово, на самом деле. Давайте смотреть. И правда, было бы довольно здорово, потому что не хочется видеть все-таки одноколичные игры. Больше доставляет, когда ты смотришь за борьбой, за ярким противостоянием, а не когда все ясно с самого начала. Но тут, кстати, все довольно интересно. Интересные пики, причем довольно странный ласт пик Вайда. Как тебе вообще этот персонаж? Давненько его не было, как по мне. Ну, как по мне, комплексити гейминг начали показывать клыки и зубы хотя бы на драфте. То есть, не сказать, что драфт LGD выиграли. Я бы даже сказал, что у комплекса драфт выглядит посимпатичнее. Но LGD ударились в лейт. Возможно, они не хотят заканчивать игру за 20 минут. Возможно, они хотят поиграть подольше, поэкспериментировать, потестить святочки. Но не кажется тебе пик команды LGD такой, знаешь, жадный. Жадный, естественно. Да, жадный. И, во-первых, если ты допускаешь одно-две ошибки, то это может быть уже, знаешь, необратимые последствия повлечь, что ты уже не камбэкнешь обратно в игру. Все-таки действительно вводит такой персонаж, который, ну, на нем нужно, помимо того, чтобы хорошо стоять на линии, нужно еще вовремя грамотно дать свой купол. Ну, естественно, да. В данном случае имеется фуреный Шторм Спирт. Если что, ребята за спидпошед выиграют немножко времени для LGD, поэтому какие-то ауты даже при неудачной лейнинг-стадии у них есть. Да, ну что ж, начинается вторая карта. Напомню еще раз, что счет 1-0 в пользу команды LGD. Возможно, возможно, вторая, возможно, нет. Еще формат данной встречи BO3. Давайте смотреть, расходятся игроки. Сейчас будут расставлять, скорее всего, Vision. Мы видим, что в пятером перетягивается комплексити пока что вниз и, возможно, попробовать навязать раннюю драку какую-то, чтобы сделать First Blood. Но там на встречу уже идет Пенек, которого встречают. Ну, Пенек тоже неплохо. Скушал его Doom и уже как бы заработал, видишь, ты себе, да? Пенек был хорош. Похоже. Вот. Ну что, внизу прогоняют у нас Ама здесь. Он будет играть именно на FSS Void. Ну и, судя по всему, должны поровну поделить... Ой, забавно, вот эти анимации новые. Провели. Плюс вот эти вот... Как правильно называется? Я так и не понял, как вот это... Знамя? Знамя, да, свое личное устанавливает. Прикольно. Митит территорию. Так, ну что, в миде я вижу один абсервер уже находится от команды Complexity. Ответочки пока что от команды LGD. Я не наблюдаю. Кстати, возможно, вы, кстати, варта и сняли, потому что я вижу также и сентрии, и вижу один... одного крипа в наличии у Гримстроука. Возможно, как раз-таки снял вард. На центральную линию команды LGD. Ну и по итогу LGD забирают себе три баунти-руны в начале. Одну забирают Complexity. Собственно, на этом и все. Обошлось без жертв, без первой крови, без агрессии. Расходится просто по линиям игроки. Давайте будем смотреть. В миде будет противостояние Шторма против Лины, я так понимаю. Да, Лины, все верно. Дум здесь, как обычно, уже забегает, съедает крипочка. Двау работает. Их снова... Ну, особо не пробивает, конечно, но в любом случае уже практически половину левела здесь получил, да. Да, в общем, если в целом посмотреть на лейтовую стадию, то Войс ставит купол на Лину, Марфа, или там кого-то еще, и этот герой сто процентов падает, поскольку сейва у комплекстии гейминга нет. Вот до этого момента в комплекстии гейминга нужно обязательно врываться первыми. Если они врываются первыми, то все будет нормально. Если нет, то, естественно, преимущество за HD. Да, но на топе Miracle будет стоять на товарища Морфлинги, ему помогает здесь, конечно же, 3.43 на Гримстролке, ну и против них Челис, Фурион, один из лучших, наверное, персонажей последнего времени, который все, все абсолютно команды, мне кажется, полюбили. Ну и, конечно, Ивай на Пангальере также там присутствует, ну и внизу Бэтрайдер от команды комплекстии с Думом, ну и против них Фессис Войт вместе с Бичдоктором стоят. Пока все довольно спокойно, довольно ровно, отличный ласхит у нас на центральной линии, мы видим, но незначительно, я думаю, потом походу наберет, если что. Сверху приятная линия для Фуриона, Гримстролк не самый лучший саппорт против Пеньков, как мы видим, он все время получает по лицу, при этом сам делает каких-то ответных движений, плюс ко всему Фурион довольно-таки отлично разминает морфа, за счет того, что у него хорошая тычка выше ренча, и бегает он быстро, если покупает быстрый сапог, и в данном случае Фурион пока показывает полный контроль на сложной линии. Выход на... чем вышел, в итоге, да, линия запушилась в сторону Шторм Спирита, должен сейчас по таврам спокойно залазхитить все. Так, ну что, на топе продолжает фармить Фуриону, Фуриона просто отличный лазхит, получается на линии у него 9 на 8, очень много динаев стоит также отметить против Меркова. Ну вот, да, отличный лазхит у него 9 на 7. Ну что, втроем попробуют выйти, есть Инксвел, Инфернал Блейд и Чилис, скорее всего, погибнет, да, это первая кровь для команды. Комплексити, хорошее начало. Да, ну втроем на этой линии ребята будут ставить пободрее. То есть, как бы, в 2 на 2 мы уже видим, что вариантов у Морфлинга на этой линии весьма мало, а вот втроем они способны убивать и Фуриона, и Пангалера. Вот, значит, Пангалера на этой линии просто бегает в скауте и Думригера, постоянно светит, постоянно показывает, когда он пытается заходить за спину Фуриону, и в этом случае, если Пангалер играет правильно, то Фурион на линии продолжает чувствовать себя комфортно. Ну что, пока 1-0, внизу продолжает Бетрайдер также вводить крипочков, сейчас еще одну пачку, наверное, дождется с линии, но это уже дефолт, многие сейчас оффлейнеры так играют, здесь уже неудивительно, ничего нового мы не видим, в лес также продолжает здесь отводить Сиамы. Ну, Войд получает в разы больше в данном раскладе и вражеских нейтралов, ну, и вражеских крипов и нейтралов, причем нейтрал такие сочные, это две урсы высокого уровня, и я бы сказал, что пока лейнинг стадию комплекстики гейминг слегка заливает, потому что Войд находится на абсолютнейшем фрифарме, такого быть... Но Дум сместился с этой линии, потому что понимал, что вряд ли он что-то сможет противопоставить Да, и он вроде попытается мешать Фуриону, но при этом как бы три героя стоят, Фурион все равно что-то доподпамливает и... Ну, один раз хотя бы его уже забрали И Фейслис Войд продолжает обгонять Мофлинга, то есть абсолютная доминация на легкой линии, при этом на сложной линии продолжает идти борьба Да, в миде возможно будет выход на лимпа, есть Вортекс, что, кстати, не свойственно Маледикту даже уворачиваются от стана Лины, Линна под Маледиктом Тавр еще раз вносит удар и погибает Линна отправляется в таверну Неплохо, крепко Да, хорошая перетяжечка получилась от Свич Доктора вернется обратно на линию сейчас еще становится 1-1 Но стоит отметить, что вторая карта довольно спокойная Как-то у нас первой больше экшена было гораздо даже Ну, сейчас Шторм возьмет четвертый уровень Он будет либо наказывать Бэтрайдера, который выводит крипов и подфармливает тражерские леса Либо на пару с ВД они будут по КД забирать Лину в миде Ой, как же хорошо здесь фармит Бэтрайдер сейчас хоть что-то бы забрать Тикс Нови себе Но нет, есть Маледикт Заканчивается Firefly прогоняет здесь Monkeys Forever Шторм тратит время Вот он сейчас что-то бегает пытается как-то помочь ВД но по сути ему нужно просто взять 6 уровень Он берет 6 умирает Лина умирает Бэтрайдер и любой герой который будет бегать рядышком в центре ему конец Чилиса опять забирает на топе фраг достается в этот раз для морфинга то, что приятно довольно для команды комплексности прогоняет еще 343 здесь прокает Лаки Шот 343 за Баунти Руной Боже, как же врывается Чилис просто и ворует буквально из-под носа Баунти Руну ну и улетает отсюда на Гримстрок его забрать не удалось там еще одна Баунти Руна лежала на половине команды комплексити ее законтролил как раз таки Monkeys Forever и возвращается обратно на линию вот сюда приятно вот сюда приятно прогнать лейн саппорта на базу на фонтан поскольку сейчас его не будет остается один дум морфлинг вдвоем очень сложно бороться против Фуриона с Пангольером и в данном случае прессинг на морфлинга продолжается Скоро шестой Скоро шестой и скорее всего начнется как раз кэкшен в это время Чилиса опять избивают на линии довольно больно ему здесь конечно но Затфрик тоже неплохо так по лесу получает боже какой там нереальный мне показалось в один момент наверное из-за того что анимация атаки за счет немножко другая того что там гораздо больше радиус атаки чем должен быть почему-то так ну что Аркейн Руна есть активированная у Штамсплита это самое время врываться да вот он как раз и покатился на Лимпа Лимпа цепляют Лимп у Лимпа проблема проблемы так же кснову кснову в итоге забирают Лимп отправляет его в таверну Мана заканчивается Лимпа бы забрать Лимп еще один удар буквально Лимп погибает должен прям сейчас не довернулся немножко но тычка летит Лимп потратил пласку еще на себя и погибает только сейчас 343 здесь сюда на помощь уже перетянулся Затфрик и должны отступать скорее всего ЛГД Мана очень мало у Штамспирита у него есть вот как раз Керуна иллюзии если что он ее активирует хорошие спроты Вортекс пошел сюда врывается Манкис Форевер проблема теперь у Штамспирита Штамспирита позабрать да его забирают отправляют в таверну и отлично еще один фраг получается это еще не конец погибает здесь еще и Дум сверху так же ну а тем временем самое главное что продолжает фармить Фестис Войт который вообще не собирался никуда приходить правда была потрачена хроносфера где-то да в общем вот по такому сценарию приблизительно должна умирать Лина в миде но в этот раз ВД не успела маны то есть в принципе Фурен там немножко втерпает в общем идеально это чтобы пришел Шторм в центр притянул Лину ВД вешает Малендикт и Лина отъедет сама следовательно по-прежнему план не изменился поскольку Фестис Войт абсолютный фрифарм на легкой линии ВД продолжает бегать по карте и устраивает виши я слушаю где-то Вортекс потому что врывается опять Шторм есть попытка подцепить 343 343-го должны забирать 343-й отправляется в таверну отлично плюс еще и Баншу зафармили сверху в это время тут на топе прогоняют Зетфрика продолжает фармить также Меракл у него тут имеется Морбид масочка два врейсбэнда врывается Пангольер вешает дизарм очень больно Зетфрику Зетфрика закрывают здесь буквально пару ударов не хватает чтобы забрать этого Дума на развороте врывается Меракл пытается забрать Чилиса есть Саленс но и должен улетать Чилис в это время подтягивается их снова отличный врыв свэшбакл и еще становится 5-4 в пользу команды LGD внезапно уже тысячу голда не ведут Меракл продолжает фармить но Войт фармит гораздо больше сейчас да, вот Фареном очень приятно разменивается ушел на мой потом сразу же вернулся с телепорта вражеские саппорты при этом должны ой-ой-ой-ой как удачно врывается Фай прокает Саленс и в итоге ничего не смог сделать Морфинг проблемы теперь еще 343-го 343-го загоняют по Тавар еще буквально один удар да, Маледикто догорает и снова забирает фраг это минус 2 в это время внизу драка забирают здесь еще и Бэтрайдера отличные драки проводят по всей карте LGD прямо сейчас минус 3 в сумме сделали возвращается обратно на линию Меракл Бэтрайдера может завязывать вот со своими выводами это как бы работало до тех пор пока Шторм не оделся и пока он был ниже 100 уровня но сейчас любой его заход любая его попытка вывести крипов и пофармить вражеских нейтралов приведет к тому что его просто снимем статистику по крипам конечно у Войда там получше дела обстоят если обратите внимание на Нетвордс он довольно серьезно оторвался вперед но опять же Войд у него фрифарм был на линии плюс у него фрифарм был в лесу ему никто не мешал а на морфлинга конечно периодически совершались нападения и вот тут даже забрали его один раз поэтому здесь у Меракла дела конечно похуже в этом плане обстоят так, Зетфик опять на топе оставили пока что одного Шторм-Пирита в миде продолжают он фармить два у него нулика имеется плюс скоро уже летит я так понимаю ПТ-шка в Курьере сейчас долетает ну и восьмой левел также уже имеет вторая Лина боится в мини-по сказываться она стоит максимально далеко разве что откидывает Драгонслейвы ну и Лина фактически не в игре то есть по хорошему Лине можно прибежать наверх допустим забрать Куреона либо сделать вылазку вниз и постараться через гласовый трейд дорубить Фейсерис Войда вот просто фармить не вариант поскольку Шторм как бы ну фармить тоже и фармить ему чуточку получше и при этом Шторм легко подключается к любым замесам ганг или не нужен ганг так ну что появляется баунти руна еще и дабл дэмэдж прямо под носом появляется у Шторм Спирита поровну должны поделить были у нас баунти руны и все другие если не ошибаюсь да но чуть побольше конечно по контролю за командой ЛЖД если мы обратим внимание у них чуть больше но несущественно Ладно на 1000 все еще преимущество игра продолжается продолжает фармить поры Мом появился тем временем для Войда мы видели краем глаза дальше будет конечно молния и Тривола себе покупает Батрайдер в это время в миде драка цепляет Зетфрик а Зетфрик погибает отправляется в таверну Манкис Форевер тоже потратил лассо Хвелл на него накастовали Манкис Форевер отправляется в таверну также минус 2 от команды ЛЖД цепляют еще 343-го буквально пару ударов и он тоже отправляется в таверну даблкил в итоге делает их снова в сумме минус 3 еще и Тавер заберут сверху просто нереально много денег для команды ЛЖД прямо сейчас ну да и в итоге получается забавная ситуация Лина убежала фармить леса она не хочет подключаться к замесу она продолжает заниматься своими делами и на центр выходят совсем другие персонажи но очевидно что если Лина не могла оставить в центре и если она погибла от комбинации Шторм плюс Вич Доктор то любой другой герой тоже погибнет ну а сейчас они просто погибли всей семьей пока что это так ну что 4000 преимущества и мы видим как Нетворсы Войда продолжают расти и его никто не может даже догнать очень плохо пока что все у Морфлинга в этом плане тут уже имеется и Дживелин Войт скучает то есть вот он стоит на этой линии он мечтает уже на кого-то наверняка поставить купол у него имеется для этого все необходимое и Мон и ПТМ и Дживелин и никто не приходит Войда просто оставили играть против крипов против крипов стоит ну вот пришел у нас ну кстати он может соло вполне себе забрать на этого героя не хочется ставить по голову это да это правда а вот там подтягивается так же сюда и Лина а я прошу прощения это Бэтрайдер и нужен Бэтрайдер вместе с Линой причем им нужен смок им нужно обойти где-то слева так чтобы Фастелес Войт их не видел убить Войда за комбинацию Лассо плюс Лагуна там на топе также агрессируют немножко ЛЖД отгоняют комплексити подальше пока что видно только одного Челиса занял позицию Зетфрик ситуация забавная они пришли вниз вдвоем ничего после Свойда не сделали он проложил фармить и вот теперь сверху ЛЖД прессует так выход на Челиса но тут перетяжка от Лимпа хорошо Челис мансит закрывает тебя боже как же он туда размансывал да ладно он успевает еще и улететь ничего себе в это время хроносфера внизу и забирает в итоге Бэтрайдер отправляет в таверну о чем-то я говорил Ама делает фраг в это время драка продолжается погоня за Лимпом есть касочки прокатился Фай и скорее всего Лимпа уже не отпустит еще один фраг в копилку команды ЛЖД Меракл нужно бежать превращается но его тут ловят просто и не отпустят скорее всего Меракл живет превращается обратно еще один Свэшбакл но за ним летит уже Комета Смерти в виде Шторм Спирита и скорее всего Меракл ничего уже не спасет да прокает Лакишот Сален сверху до свидания в таверну это еще один фраг в копилку команды ЛЖД есть Дум на Дума на Воида но Воид как бы окей я просто уйду и убегает Бэтрайдер здесь сюда уже на поцейф идет Фай врывается неплохо вот все еще живет Дум скоро закончится Дум закончится вот буквально через секунду Лассо пошло но через Лассо наверное заберут хотя нет не хватает все-таки чтобы забрать этого этого Воида он делает фраг на развороте отправляет в таверну Бэтрайдера теперь погоня за Зетфриком Дум скорее всего тоже приедет в таверну за своим другом и это еще будет фраг в копилку команды ЛЖД боже мой как же Фидит Комплексити еще один фраг 8000 по итогу на 13 минуте где-то я это уже видел буквально на прошлой карте в общем такое то есть видно что уже по личному скиллу ЛЖД просто переигрывает Комплексити Комплексити уже как-то хаотично перемещается по карте у них нет какой-то идеи чтобы можно было перевернуть игру то есть очевидно что если бы и Дум и Бэтрайдер и остальные персонажи пришли вниз и напали бы на этого Фейслис Войда они бы хоть что-то смогли сделать но здесь мы видим что они уже просто кидают свои сплы вот при первой удобные возможности абы как ну да иначе могут просто их не кинуть так там дабл дэмэдж лежит около Рошпита законтролит его скорее всего Лимф здесь уже Весел появился для Фуриона и я так понимаю сейчас агрессия начнется по полной потому что Кая появилась также для Шторм Спирита и Дум в кулдауне Дум в кулдауне Лассо Бэтрайдера в кулдауне остается одна Лина но Лина слишком тонкая она вообще боится показывается на передовой и у Шторма полный карбланч да делать что хочешь контроля совершенно нет это правда подтягивается у нас пока что в свой лес комплексити продолжает фармить на топе также у нас Фурион толкать линию здесь продолжает фармить Ама у него скоро откатится хроносфера очередная молнии уже в наличии имеются прогоняют 343 это просто вот чтобы вы понимали это ультимейт Фуриона пара тычек и Весел сверху и уже половины ХП нет есть смок от команды ЛЖД и отправляется в вылазку в чужой лес в это время Фай внизу там пока что грозится что он укатится отсюда но скорее выиграет время ну да баунти руны плюс дабл дамаж врывается хороший хроносфера уворачивается последний момент от стана Лины Лина погиб не точно отправляется в таверну и 343 туда же дабл килл лик снова причем самое забавное в это время внизу драка подцепились здесь Пангалера Пангалер погиб но в любом случае размен хороший который устраивает команду ЛЖД полностью и ЛЖД идут дальше по чужому лесу ну да теперь завардить тиражерские леса Штарму будет очень легко врываться у Штарма довольно таки хороший мана Реген и очень легко убивать вообще любого героя в соло за вортекс а еще лучше будет если рядышком будет находиться в ВД и прилетит Фурен и теперь комплексите нужно придумать как все это дело раздевардить посмотрите какие два мощных варда они видят как комплексите выходит но дальше уже дело за малым да дело за малым Т2 на турке уже отсутствует Т2 товара еще есть в миде и внизу у команды комплексити но я думаю стоять им осталось недолго 9300 нетворца уже имеется в наличии у Ама купил себе уже гейперстоун скоро появится юнер дальше БКБ и как бы набор уже готов бойда файтера так скажем который будет бегать и просто драться ну и продолжает фармить также ФВА у него скоро появится блинкдаггер ну ФВА чуточку подфармить он свою задачу вначале сделал соответственно можно немножко времени уделить для него поспейсить там у Войда пока хроносферы нет поэтому он аккуратненько подфармливает свои леса а нет он аккуратненько подфармливает Рошан и противник ничего об этом не знает да и Рошан падает довольно быстро я посмотрел только что краем глаза на Меракла и ужаснулся у него все еще БТ 2 в Рейсбенда и масочка одна морбит и все больше ничего нет а где Нетворст собственно ну как бы что на прошлой карте он бегал на Врейскинге который там занимал ну казалось бы Кэрри Врейскинг но у него вообще ничего не было что в этой карте дышили его дышили 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 я воида никто не душил воида вот воида никто не душил это правда вот ну что Рошан упал аеги забирает себе конечно же ама ну и осталось только себе зафармить БКБ в идеале для воида и уже все будет наличие стакнул себе кэм крипов и сейчас зафармливаю благополучно купил себе рецепт на Мьолнир можно будет донести ну и блинк дагер есть уже для Ифая так же ну вообще есть все сейчас конечно же будет очевидная атака и вот у комплексити большие проблемы со спидпушем Лина вообще не хочет показываться она продолжает ставить сзади подрабатывать бэк-вокалом и просто играет аккуратно и ищет момент у нее 1-4-1 да Лимб очень хочет сделать фраг с лагуны Морфлинг как бы неплохой герой для спидпуша но здесь проблема с Фейселис Войдом он просто находит морфа ставит хроносферу и учитывая какой нетверс у Морфлинга и какой нетверс у Фейселис Войда Морфлинг с большой вероятностью просто не переживет хроносферу поэтому комплексити отказываются от идеи поспидпушить и надеются на смок-вылазку на смок-вылазку какую-то но в это время также ответная смок-вылазка есть от команды ЛГД они перетягиваются вниз там на топе пока что был один чилист но это фурион мы понимаем ну да и надеются что она ошибется что он будет фармить ну зачем если можно просто напасть на вражескую вышку забрать ее все сделать понадежнее и по итогу комплексити выдвигаются на центр но на центре опять же тоже никого нет если они будут бить вышку это похороны для всего коллектива комплексити а в это время ЛГД уже выходит на Т2 пока что работает по тавру только один воин но вся команда за спину если что поможет как бы бояться нечего там все еще эгис пока есть там центр то есть вот стоят в комплексити они понимают что если они будут вышку они сразу же проиграть и они надеются что кто-то придет дефать вышку но ЛГД действует грамотно ну не знаю ЛГД могут пойти и Т3 побить и стянуть комплексити так они могут что угодно пойти побить так ну вот прилетел Чилист ну и врывается Бэтрайдер только сейчас пошло лассо увозит нас Чилиса под стан лимпа пошла лагуна Чилис погибает нет но его здесь не отпустят точно в общем грамотно действовали все кроме Фрёна Фрёна нет смысла вот так вот телепортироваться он может телепортироваться подальше вызвать пенёвочков аккуратненько отпушить и вот самому Фрёна появляется на линии не обязательно ошибочка ну он довольно быстро появится обратно опять же всего лишь 19 минута там не такой большой таймер и я слышу где-то вортекс потому что врывается шторм спирит и забирает я так понимаю прямо сейчас Мангис Форевер отправляет его в таверну знаешь да конечно же понятное дело что LGD могут ошибаться но было бы приятнее увидеть чтобы команда использовала максимум возможностей это правда это правда ну как итог не критично для них да потеряли они этого Фрёна но зато сделали еще один фраг сейчас заберут Т2 на миде это будет последний внешний тавер охотник уже перекачивается Меркл красавчик золотые купола затолкнул войд обратно Меркл Меркл превращается в Фрёна но ему нужно улетать он улетает да улетает не было не было топорика наживает хорошо ну точнее он был он его не приложил так бы мог дать баш балда ну Меркл на личном скелле переграл Амэ по всем фронтам но в целом ситуация для комплексити все еще печальная потому что мы видим 12 тысяч перефарма за LGD и что с этим делать не ясно еще полтора минуты действовать будет Аегис его бы неплохо как-то потеряли из минусов единственное что потратили хроносферу в никуда интересная позиция для фарма у липпа у липпа да липп успевает улететь хорошо но видимо решил что здесь самое безопасное место нежели бегать в свою близкую обычно мы снизу вот там вот снизу лесок если там вообще никого нет там обычно самое безопасное место когда вражеская команда доминирует самое так ну что последний внешний табор в миде падает заберут его без каких-либо проблем есть смог от команды комплексити возможно это шанс потому что Амэ идет вперед но Амэ Аегис с ним драться никто не хочет Амэ очень хочет подраться и хочет этот Аегис разменять Радианс Ботом Тауэ был в атаке самый худший показатель когда преимущество растет на одну тысячу в минуту для команды то есть такой нет играть так мека там я вижу параллельно появилась уже плеймеркейт наличие также имеется БКБшечка скоро появится для Амэ Аегис сейчас закончится ну да минус пика LGD в том что в отличие от прошлой игры у них нет какого-то ТБ или какой-то плугны которые могут аккуратненько бить вышку и сохранять дистанцию чтобы в них не могли ворваться и вот такие герои как Шторм как Фейс Лис Войт они чаще всего начинают пуш с минус 1 сделал минус 1 например забрал Морфлинг или может быть убил Лину может быть это уничтожил Дум Брингера ой ой внизу врыв отлично и цепляет Миракла Мираклу нужно уходить отсюда но Лассо и Чилис похоже не уйдет Чилис отправляется в таверну Лагуна залетает Чилис погибает врывается сюда и фай отлично погибает у нас Дум Таверна отправляется также Бэтрайдер минус 2 моментально делают на развороте и фай отличный врыв погоня за Мираклом но Миракл Миракл до конца здесь уже Ик снова набегает и фай а вот и врывается Комета Смерть и в итоге раздавили просто этого Морфлинга это уже трипл килл для фай и вдвоем остается комплексити до конца за тавер по Т4 уже бежит и фай ничего не боится в это время Ама забирает Т3 по миду вот как-то вот так вот да вот так вот любят действовать Фестлес в этой шторм чтобы сделать там противников оставить противников в меньшем количестве и за счет численного перевеса ребята заходят о рампу но слишком мобильные LGD то есть у них и флайпангалер у них и шторм у них и фурион который прилетил слишком много всего ты от этого не застрахованы да комплексити пытаются но они уже отдали они весь карпланш отдали оппонентам и соответственно здесь все решает LGD от комплексити уже мало что зависит ну что последняя драка возможно какая-то будет сейчас нужно как-то защищаться появляется Мортлинг буквально сейчас через пару секунд появится Гринтрок упала центральная линия у команды комплексити можно отступить переместиться на любую другую можно далеко не уходить потому что есть вообще все есть можно далеко не уходить то есть просто вот сделать вид что отошли но на самом деле остаться и добиться как нами в лучшие годы да типа отошли но сами разбили смок и сделали контратаку не ну это это фишка ракцов была это они так стабильно отходили и через 5 секунд нажимали смок и ждали оппонента ну собственно это и происходит да ну что есть хроносфера готова врываться полетел шторм вперед цепляет у нас сейчас лимпа покатился так же и фай здесь есть Десвард спит нечем 343 погибает отправляет в таверну Лассо по двоим Амэ прыгает получается Стан Морфлим врывается неплохо урона достаточно минус 2 делают комплексити начинает фоксить Зетфик Зетфик отправляется в таверну это третий фраг от команды LGD Меракл 1 1 против троих превращается обратно в себя вроде бы живет успевает перекачаться неплохо Драка-то в итоге не самая худшая получилась для комплексити Купол Купол Фейстелесвойд где Купол? Он получил стан он получил стан поэтому не дал Купол Драка-то шла дольше чем он получил стан где Купол? Видимо решил не хотел на своих кидать потому что скорее с большой долей вероятности своих бы задел ну как и только отбились отбились комплексити шансы все еще есть только одну сторону пока что потеряли продолжается игра Линка дальше будет появляться для Фейстелесвойда пошел дополнительный таймер на Рошана я не знаю сколько он там по времени довольно коротенький 30 секунд быстро появится плюс дабл дэмэш как раз еще лежит внизу в идеале можно сейчас позабирать лесные шрайны отступить на Рошана забрать сыраегис и уже спокойно на Верочку заходить и заканчивать для LGD в идеале поставить Купол до прыжка шторма вот там стоял три героя рядышком Шторм летел и Бойт уже думает а прыгать или не прыгать потому что можно и шторма задеть атаку он врывается допустим ставит Купол хотя бы на одного морфлинга пинает его и все Шторм не боится Купол он просто прыгает по оставшимся персонажам и убивает так ну что там Изерил появился тем временем для морфлинга Пайп уже подоспел также для Чилиса и и ломает второй Шрайн лесной сейчас прямо LGD еще плюс денежки то есть позиционка для них и вот уже видят что Рошан появился Ама забирает дабл дэмэдж который был внизу и заходит спокойно на Рошана и Рошан довольно быстро падает и удастся на Рошан и удастся на Рошан Теперь нужно как-то от дефа играть команде комплексити, потому что здесь у них совсем все печально Нужно как-то комбинить Но это будет сложно Тут должно быть все слишком Тут должен быть райдер поймать одновременно Шторма и Фейселес Войда до Купола Туда залетает ультимейт Дума, ультимейт... Туда залетает все Так, ну что, смог и момент истины прямо сейчас Дум прилетел, Войд пока что идет вперед, спиньки работают, начинает падать Т3 С лоу-граунда расстреливает Чилис Т3 падает, глифов вертификации нет, есть врыв, отлично, по двоим Есть Лассо, туда же Морфлинг, как же много урона, нокастовывают комплексити, но хоть кого-нибудь забрать будет Прямо сейчас погибает Фрюонгел и Байбек вернется обратно Задумили Войда, Войд все еще живет Еще один Байбек от Зетпика вернется обратно, врывается и Файк, какой свэшбакл залетает У Морфлинга нет Байбека Ой-ой-ой, и вот уже под фонтаном резбиться Шторм Спирит, это Гудгейм 2-0 LGD побеждают, и вот она, долгожданная фроносфера, которую ты хотел, под конец появляется на фонтане оппонента Вот о чем он всталил Ну что, LGD очень сильный, то есть не только на пике, но слишком большая разница в индивидуальном скилле Они прекрасно понимают, что для них это была просто разминочка перед будущим матчем против Virtus.pro, которые убьют Минески со счетом 2-0 Ну то есть, спойлер Ты, то есть, заранее делаешь предикшн уже на следующей серии, что там, скорее всего, 2-0 будет, да То есть, до пиков, до вообще... Прогноз, прогноз То есть, прогноз, ну окей Да, здесь с тобой полностью согласен, несмотря на то, что в этот раз Complexity объективно, объективно напикали очень хорошо, но в личном скилле, правда, подкачали Здесь, я думаю, спорить никто с этим не будет Ну вот, традиционное рукопожатие Ну, объективно говоря, многого никто и не ждал от этой команды, я думаю, они сами, наверное, много не ждали Но BTV топ-9, топ-12 межера Да, не самый худший результат Да Вполне Ну что ж, печально Я надеялся все-таки на как-то три карты, но... Это завтра будет, завтра будет день, ты Завтра самое интересное, ты думаешь, будет? Да, сегодня должно быть 2-0 все игры, без шансов То есть, настолько ты уверен? Для всех команд, да Для всех команд все будет 2-0, вообще без шансов Да И это смелое заявление, проверять его, конечно, не буду Время рассудит, кто прав, а кто виноват, не знаю, я думаю, что хотя бы одна будет BOT3, я надеюсь Надеюсь Вот, ладно, более подробно, более детально для вас эту игру разберет наша студия аналитики, вам слово Мы спрятали наших комментаторов, чтобы вы могли лучше их слышать Не отвлекайтесь на то, что видите глазами, слушайте ушами и радуйтесь Команда Complexity ушла, заняла 12-9 место, 9-12, я сказать, будет правильней Но ушла, надо сказать, красиво, потому что даже играя вторым номером на этой карте, они несколько очень неплохих драк начинали, по крайней мере Классно врывались, старались, но, увы, ах Лойс Это смешно, да, это хорошо Ну, расскажите мне, что они про эту карту, господа Они молодцы, ты все правильно сказал, действительно сделали пару хороших драк Поставили линии первые 5 минут, хорошо, а потом Лим говорит Ну, я вроде выгнал шторма в лес У меня команда говорит, что нет вечерок на линии, пойду за вышку Заход за вышку, погибает, дает кучу фарма Ребята с легкой линии стоят, фармят, говорят, все, у нас хорошо Морф на фулфрифарме, мы его оберегаем То есть приходит снова Дум, помогает нам Мы чувствуем себя отлично Нафидели, решили подраться и поразменяли фурион на фар героев Тоже не очень хорошо получилось И в итоге у тебя воюют все Лина погибает вообще непонятно зачем Хотя должна выиграть эту линию 100% Но Морфа не фулфрифарм, потому что постоянно дерется Феон умер, вернулся, умер, вернулся, умер, вернулся Получается, что тоже все у него по экспе хорошо И по деньгам добирает, харасит постоянно А у Войда просто фулфрифарм И потихоньку, полигонику ты так смотришь на Аперсе на 10 минуте И все, вроде же, колы не выигрывают И получается, что взяв драфт, где ты должен выиграть все три линии Ты неплохо стоишь на двух Гордиться не о чем Сергей Дмитрий Сергей Как здоровье ваше? Сергей Сергей Дмитрий Дмитрий Спасибо, Митяй Да Тут на личном исполнении Тут трудно что-либо говорить Ну, видишь, они 15 тысяч проигрывают, когда к базе подходили И они даже под гримстрока Под гримстрока У них получалось нормально подраться Хороший ультимейт Они почти там героев добивали Кого-то забирали Если бы они с самого старта нормально бы лайн отстояли Да, без вот этих забегов лимпа под Тир-1-2 тавром Когда, ну, зачем Мидеру самое отвратительное умирать В таких противостояниях один на один Когда он умирает, то это самая огромная проблема Поэтому, ну, ЛЖД закономерно заняли Прошли дальше, это нормально Да, друзья, у нас на прямую связь выходит Дима Кристалмей Который готов взять интервью с игроком команды LGD Вышедший в третий раунд нижней сетки Дим, тебе слово Субтитры создавал DimaTorzok